Обвал на Молдаванке, улица Разумовская, 40. Дата постройки 1895 год. Флигель частично рухнул 13 мая 2016 года. В доме остаются жить 6 семей. Ночью люди услышали треск и выбежали из своих квартир, кто в чем был. И это спасло им жизнь. Я начала звонить по телефону в область, в город. Мне сказали, все все знают, все все в курсе. Я говорю, отлично, мы стоим на улице с детьми, в ночных рубашках. Что нам делать? Мы не знаем. Екатерина Гусева вспоминает ночь, когда произошел обвал. Она потеряла все. Дом достаточно крепкий. То есть, если бы провелись эти укрепительные работы вовремя, возможно, он бы стоял. За несколько минут обвалились боковая и тыльная части флигеля и перекрытия второго и третьего этажей. Никто не пострадал, но без квартир остались три семьи. Одно фасадное окно – это все, что осталось от квартиры Екатерины. Она купила здесь жилье два года назад. Крыша висит на гвоздях балок. И это обрушение. Сегодня ожидается дождь. Может, должно пойти дальше. Под завалами остаются мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов. Испорчено практически все. А вот Дмитрий. У него жена, двое детей, и все они теперь без жилья. В этом доме он родился и вырос. На месте кухни, большой комнаты теперь провал. Квартира съехала вниз, целиком, вместе со всем, что в ней было. Диван, шкаф, трюмо, две тумбочки. Что там еще? Окно. Ну, окно новое тоже, металлопластиковое было. Здание построено в конце позапрошлого века. По словам жильцов, здесь никогда не делался капитальный ремонт. Дом рассыпался, и жить в нем было страшно. Трещина появлялась, мы шпаклевали, там через некоторое время она опять появлялась. Мы только сделали, как бы, там, такой косметический ремонт в комнате и замазали трещины. Я знаю, месяца, полгода, может, прошло. И так везде, по всему дому потолки осыпались, стены перекосило, но люди терпели и жили. Вот дожили. Часть квартир уцелела, а за ними – руины. В одной из комнат уже отходит угловая стена, и через нее можно увидеть соседний двор. Следующая наша очередь – кухня и все остальное. Пока повыносим вещи, там, посидим на улице, подумаем. В комнате стоял телевизор, DVD у меня, пылесос. Ну, все, что я наживала, я одна с ребенком живу, на съемной квартире, все, что я наживала, ну, вот, все там находится. За помощью в ЖКС местные бегали несколько последних недель. Помогите трещим по швам. Со дня на день чиновники должны были выдать техническое заключение о состоянии несущих конструкций. Жильцы уже и швеллеры купили. Стены укрепить. И первый этаж снизу уже камень падал. Сзади были старые пристройки. Старые. Когда начали их разбирать со стороны Калантаевской, когда начали разбирать, обнаружили стенку, уже внизу насыпанную, ну, кирпичи, котельцы. Разобрали крышу и увидели вот такой большой проем. Фундамент есть, два с половиной метра по-любому фундамент есть. Просто старый камень, он уже начал сыпаться, крышиться, начал высыпаться. Не дай бог, дождь еще пойдет и она уйдет и это. Так что тут лучше не находиться. Аварийным дом на Разумовской, 40, признали еще в советское время. Потом статус поменяли на ветхое жилье, чтобы квартиры можно было приватизировать. Город, историческая часть, центральная часть города, она в основном состоит процентом на 80 из домов традиционной постройки. Ну, за исключением редким, это после войны дома разрушены, скажем так, от бомбардировок или обстрелов, были построены новые. А в основном это старые. Поэтому мы восстанавливаем дома, в том числе и после пожаров, в том числе и после обрушений или какие-то, скажем так, неприятности, которые связаны в том числе и с катакомбами. Коммунальщики поставили в уцелевшие части дома маячки посмотреть, расширяются трещины или нет. Теперь эксперты из научно-исследовательского института должны решить, можно ли восстановить дом. Местный ЖЭК больше волнует, не накажут ли за обрушение их самих. Мы провели весь комплекс необходимых мероприятий, которые обязаны выполнить ЖЭК в данной ситуации. Установили маяки, составили соответствующие документы, написали докладные полностью, все как положено, мы все сделали. Специалисты приступят к обследованию дома, установят причину обрушения и будут думать, что делать дальше с домом и с жильцами. А пока трехэтажное здание отключили от газа, водоснабжения и электроэнергии. В уцелевших и опасных квартирах остается шесть семей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok